Вот такой неожиданный ракурс, да, но вы видите, это русский музей, вот, и я иду в сторону солнца, потому что город освещен солнцем, сегодня прекрасная погода, и в общем, ну в общем, мне пока сказать нечего, я вам потом все расскажу. Да, Невский в лучах заходящего солнца, это, конечно, зрелище, само по себе удивительное, я с места не трогаюсь, потому что терпается камера, в общем, привет вам, мои дорогие, с Питера всем. Спасибо за просмотр! Очень красиво! С ума сойти, тут такие дома, что просто с ума сойти. Вот такое чудо рядом с Александринкой, вот просто слов нет, я просто ахнула, как же я его увидела, и вот стою, смотрю. Да уж. Она потрясена тем, что я здесь вижу, вот эта вся панорама вдоль набережной, что-то невероятное. Причем я не понимаю, почему этот город называют Северной Венецией, я сейчас еду в Венецию через, там, неделю, и, по-моему, ничего общего, кроме того, что вода, больше ничего общего. Еще чуть вперед прошла. Ну, вот просто наслаждение гулять, вот просто процесс прогулки, и я потрясена, потому что я такого, я не помнила. То есть я здесь была же, но я не помнила, что тут такие огромные здания. То есть действительно дворцы. Так, ну я не буду на ходу снимать, потому что трясется телефон, я потом еще включу. И вот такой вот дворец, например. Я его не могу крупным планом захватить, потому что я упираюсь в парапет набережной, за моей спиной вода уже. Я не знаю, что это такое. Вот как раз дождь, где все подсветки включили. Ой, мамочка, ну это просто вообще, ну это фантастика этот город. Ну просто дыхание останавливается. Понятно, почему питерцы такие. Теперь я понимаю, почему они всегда так. Мы из Питера. Вы там все там не поймешь кто, а мы питерские. Потому что в Москве просторы такие же, да. Он такой же огромный, Москва-город, с такими же широкими улицами. Но у нас нет такого количества дворцов на квадратный метр, да, как здесь. Здесь просто вот столица, да, вверхская. Оказывается, я это все снимала. Слушайте, на Невском зажгли огни. Ну все, то есть домой уйти невозможно. Я спрошу вас, сколько метро закрывается. Но, в принципе, уйти от этого зрения очень невозможно. Так. У нас действительно ослечен. Это ресторан Палкин, да. Ну вот тут всякие веранды, да, как... Только очень просторные, да, удобные. Вот это вот все. Просто... Дух захватывает и идет огромная толпа гуляет, действительно. А что ж тут еще делать? Блядь, конечно. Как вам понравится вот, например, вот такое? Я очень хорошо про Питер все помню, про то, что единый архитектурный проект был. У меня даже есть очень много фуниантов в Москве на эту тему, запертые в комнате, с классными книгами, как строилось чертежами там все, какие-то там невероятные здания, папа купал. Но у меня вот не было в воспоминаниях вот ощущения такого масштаба грандиозного. Я теперь поняла вот этот вот совершенно особый, как это называется, патриотизм питерцев по отношению именно к своему городу. Вот. И то, что они даже в блокаду умирали, но не сдавали город, я понимаю. Потому что если в таком городе родиться, то, конечно, любить его будешь безумно. Я теперь понимаю эти все монологи моей питерской подруги о том, как бы она была бы счастлива в Питере, если бы она вернулась домой. И я, честно говоря, теперь все поняла. Вот, в общем, да, это фантастика, это невероятно. Не знаю, насколько хватит моих физических сил, чтобы тут гулять. Сегодня буду гулять до упора, завтра встану в 6 утра. Потому что хочу на рассвет это все увидеть. Конечно, да, вот Невский проспект. Обалдеть. Спасибо. Спасибо.